Уезжаю с острова Хаэйдо. Был на нём три дня вместо десяти. Пятого утром борода мне говорит, что надо взять паспорт. Я взял паспорт, и он повёз меня, ну я ещё и вещи свои взял, повёз меня, повёз на самый юг, с самого севера, где наш остров Чаэйдо, на самый юг Синанских островов. Кстати, вот здесь, смотрите, кому интересно, вот это огороды, палки, видите, торчат, и между ними сети натянуты под водой, ну и видно кое-где. Это выращивают ким, морская капуста такая. Вот они, огороды, огороды. Уже, кстати, начался сбор урожая, пацаны уже ездили, я знаю. Вот, отвёз меня на самый юг Синанских островов, но это ещё не всё там. Он мне дал бумажку, я сел, сижу и жду, когда за мной кто-то приедет, не знаю кто, язык-то плохо, вообще практически не знаю. Сказать-то что-то могу, а то, что мне говорят, толком ничего не понимаю. Ну, в общем, сижу, жду и чувствую, такое ощущение, что меня в рабство продали. Дождался, пришла лодка, сел на лодку, поехал. На лодке ехали-ехали между островами. Опять всё на юг, и на юг, и на юг. Между островами, между островами. Потом, среди моря подходит другая лодка, я на неё пересаживаюсь. И опять едем между островами. Я не знаю, их говорят, что тысяча четыре острова, острова Синан составляют. Мне кажется, их миллион, потому что кругом острова, острова, острова. Ну вот, но оказалось, не так всё плохо, никакое не рабство. И вообще даже лучше, чем там у нас, на Чаиндо. Потому что график... С утра, конечно, пашешь до обеда, как лошадь. Ну, ничего такого страшного интереса. На море постоянно. На лодке туда-сюда гоняем. Как раз немножко отдохнёшь, пока туда-сюда переезжаем. Где-то в районе обеда мы продаём этот чимбок, эта ракушка такая. Я хотел заснять, конечно, показать, но я не рассчитывал, что у меня вдруг внезапно. У нас сломался кран. И, соответственно, вся работа встала. Женщин отпустили. Ну, там я работал один с корейцами, куча корейцев, женщин в основном. А, и видно, дьеднамец там. Такой парень нормальный. За давно, я так понимаю, с ними, потому что ему лодку доверяют, и мотоцикл... Я, представляете, по ночам ездил, ну, в темноте ездил на мотоцикле. Ну, пассажиром, конечно. На мотоцикле на ужин, туда и назад. Ох, вьетнамец гад гоняет так сильно. Так, сейчас я выгляну. Блин, ветер с той стороны. Выгляну, покажу как раз в том месте, где мы собирали этот урожай Чембока. Вот они. Вот здесь Чембок выращивают. Вот там краны, если кому видно. Вот видно кран. Вот там люди работают. У них краны не сломались, они работают. Вот там, это Чембок снимают, перегружают в ящички. И пошли, поехали продавать. Но уже сегодня продавать я не буду продавать. Потому что, для меня, это завтра. Сегодня они вытащат, рассордируют. Женщины этим занимаются. Там только маленькие, большие, средние и так далее, эти Чембоки. Завтра я не смог поснимать. Вернее, я мог бы, но я не решил, чтобы завтра такой будет мой отъезд. Сегодня работу закончились часа в три. И мне говорят, давай, все, езжай. Ну, и вот я еду. Сэкономили на мне три дня, но ничего. Ладно, давайте. Всем удачи.